в принципе сейчас в динамике многие ушли с рынка поэтому статики как местное изделие получают преимущество конкретное. Ты имеешь ввиду визатоны все зарубежное? Слушай, правда, все зарубежное то ушло. А ну не то, что совсем ушло, даже ЧПД визатон торгуют, просто цены конские. Ну да. Так что можете возродить эту тему? Электростатов? Ну да. А как ты их вообще собирал? Ну то есть ты пленку какую-то натягивал? Я натягивал обычную пищевую пленку. Металлическую? Нет, металлическую. Просто обычную пищевую пленку. Представляешь себя в катушках у готовых. Это пищевая пленка. Которые заворачивают продукты питания в магазине. Ну вот ее самую. А как ты ее металлизировал? Я ее не металлизировал, я ее граффитизировал. Ну а как ты ее, блядь, тихо? Ну граффит натачивал. А, разбавлял какой-то? И приваткой граффитом натирал, да. Этого достаточно. Вот, и что, какой у тебя? Полтора метра высота была? Да. Две панели. Ну примерно полтора, ну может это 20. Ну понятно, высокая. А шириной? Ну, 30-40 сантиметров. Ну а дальше ты, это, как на пробу ты подавал? Какие-то сетки были? В смысле сетки? Ну спереди и сзади должна быть сетка. Почему? Металлическая. Чтобы не дернула? Нет. Чтобы она между ними была. А, ну перфорированный стальной лист. Толщина 1 мм. Круглая перфорация с заполнением примерно 60%. Все как на форумах написано. А, дырочка? Зазор? Ну, отверстие. Диаметр перфорации? Да. Ну, миллиметров 5-6 примерно, чтобы палец не вырезал. Большой. А, ясно. Большой, ясно. Зазор 1 мм. Я растягивал эту пленку на столе с помощью скотча. Просто делал много маленьких таких растяжечек. Она растянута, как бы. Я ее натираю графитом. С одной стороны? С одной стороны, да. Дальше я рамку, ну вот панель. Я на панель делал рамку из двустороннего скотча под толщиной 1 мм. Ага. Ага. И дальше просто эту панель клал на стол и на эту растянутую мембрану. Ага. Она приклеивалась в растянутом состоянии на эту панель. Ага. Дальше я ее отнимал от стола, как бы, снимал. Ага. Сверху клеил еще одну рамку из скотча и сверху клал в вторую панель. Технология крайне простая, как бы, была. Ага. В принципе, нормальная начало-середина. Ну да. Если они сильно направлены... Они сильно направлены, но... Они... Имеют ближнюю зону, короче. То есть, если мы возьмем по ширине, То находясь на двух метрах от нее, ты находишься, условно говоря, на границе ближней зоны примерно. Поэтому направленность не составляет проблем. Угу. По ширине там немножко по-другому получается, как бы, ты уже все-таки не в ближней зоне. Вот. Но в целом это все работало, с этим можно было работать. Ну, это... Промышленная электростата примерно так и выглядит. И это все работает. Единственное, что, может быть, они сейчас имеют... Как бы... Ну, на виде сверху они такие немножко изогнутые. Это расширяет направленность на средних частотах. А-а-а. Ясно. Ну, и высоких, и вся. Ну, я считаю, что высокочастотный сегмент нужно отдельно ставить. То есть, вот эта основная панель, она должна не играть весь диапазон, Она должна играть середину, там, ну, 3 до 5 Гц, допустим. А на ВЧ поставить какой-то такой отдельный... Ну, отдельную линейку, допустим, Во всю высоту. Которая будет Работать от отдельного усидителя, отдельного трансформатора. Ну, или, может быть, просто от отдельного только трансформатора. К которому не будет тогда предъявляться больших силовых требований, Но повышенные ВЧ требования и пониженные НЧ требования. А СЧ-трансформатор, к нему нету требований по низам и по верхам, Что и составляет проблемой для таких трансформаторов. Ну, в ламповых усилителях и тому подобное. Там проблема низа и верха, как бы, середина, в принципе, нормально играет. Ну, передается трансформатором. В принципе, попробовать промакетировать эту тему достаточно просто. Круглое же тоже можно делать, да? Да, можно любое. Форма любая. Причем я тебе даже скажу больше. Можно... Если у тебя толщина переменная, Зазор переменный, То ты можешь создать апертуру чувствительности. По площади, понимаешь? Не понимаешь? Не до конца. Смотри, вот у тебя плоско. Зазор плоский, да? Поэтому вся лента ведет себя одинаково. Угу. Как бы, ну... А если у тебя к краям зазор шире, То у тебя напряженность электростатического поля, Она меньше к краям, У тебя получается... Ну... Середина угибается больше. Середина сильнее. На нее сильнее работает система. Я понял. У тебя получается апертура, как бы, Ну, неравномерно заполненная амплитудой, А, ну... Ну, ты помнишь из курса антенн, фаров, Что для того, чтобы не было боковых лепестков, Нужна апертура, ну, там, Синус на педестале, вот это все. Косинус на педестале. А там ампертура должна быть прямоугольной, Чтобы... У прямоугольной апертура боковые лепестки. А если апертуру сделать такую вот, Ну, вот такую, Колоколообразную, То боковые лепестки можно уменьшить. Здесь вот можно то же самое сделать. Если... Ну... Зазор будет Меньше к краям. Тогда... Ну, что-то... Я эту мысль никогда раньше не думал. Сейчас она мне пришла к голову. Ну, что-то я пока это... Идею я понял, Но я пока сомневаюсь. Может быть. Я просто говорю, что это можно сделать. Ну, без проблем. Ну, то есть, Если выгнуть Эти... Обкладки. Обкладки. Определённым образом. То, Ну, допустим, В центре будет напряжённость больше, Больше амплитуды. А к краям она будет уменьшаться.